Начало осени 1997 года. Ванкувер, штат Вашингтон. Молодая пара приводит в местную школу 16-летнюю девочку для того, чтобы та поступила в выпускной класс. Девочку зовут Бриана Стюарт. По ее словам, ранее она жила в одном из городков штата Алабама. В детстве ее мать убили и вплоть до 13 лет она жила с отчимом. Три года назад она сбежала из дома и автостопом добралась до Портланда, где ночевала в местных приютах. В местной церкви она познакомилась с молодой парой, которая приютила ее, когда узнала историю девочки. Бриана сказала, что помнит, как ее мать рассказывала ей о настоящем отце, который живет где-то на северо-западе страны. В надежде на встречу с ним, она отправилась в эти края. Эта история потрясла буквально всех в школе и ее приняли в 10-й класс. Бриана была достаточно полной девочкой, всегда носила один и тот же джинсовый комбинезон и заплетала косички. Учителя сразу заметили ее склонность к литературе. Она едва ли не наизусть цитировала Макбет. При этом была крайне слаба в алгебре. Обожала теннис и сразу же поступила в школьную теннисную команду, хотя уровень ее игры был крайне слаб. Бриана отличалась неуклюжестью как в игре в теннис, так и в игре на сцене школьного театра. Через какое-то время она сближается с одноклассником Кеном, который без ума от Брианы. Их дружба плавно переходит в сильное увлечение друг другом. Почти все свободное время они проводят вместе. Спустя несколько месяцев Бриана вдруг рассказывает ему некоторые подробности своей истории, которые до этого никто не знал. Оказывается, отчим зарезал ее мать на глазах у маленькой Брианы. Она видела, как он унес тело из дома. После этого он регулярно насиловал ее, а иногда приглашал своих друзей, и они занимались с ней тем же. Когда такое случалось, отчим записывал все это на камеру. В возрасте примерно 12 лет она запеременела и отчим спровоцировал выкидыш, столкнув ее с лестницы. Девочка обратилась в полицию, но там ей не поверили. Именно тогда она решила бежать. Однако и это еще не все. Уже будучи в Ванкувере, она подверглась сексуальному насилию со стороны одного из охранников магазина в центре города, с которым познакомилась Дайвича. Эта невероятная история еще более расположила парня к Бриане. Он буквально стал посвящать ей всю свою жизнь. После того, как Бриана заявила в полицию на охранника, который изнасиловал ее, страшные истории ее детства расползлись по школе. Все восхищались ею и жалели. Девочка не помнила многого из своего детства. Она даже признавалась, что не помнит своего настоящего имени и что Бриана ее звали не всегда. Главной ее проблемой было то, что в нее не было никаких документов, подтверждающих личность. По этой причине она не могла получить номер социального страхования, без которого всякая взрослая жизнь попросту невозможна. Многие влиятельные люди были готовы ей помочь. Полиция рылась в архивах, направляла запросы в ее родной город, но никаких следов Брианы обнаружить не удалось. В начале 2000 года Бриана вместе с полицейским детективом едет в Дафну, город, в котором, по ее словам, она выросла. Однако незнакомых, ни каких-то других зацепок они там не находят. Девочка лишь смутно припоминает некоторые места, но ничего более. Однажды Бриана посетила дантиста, и тот был очень удивлен состоянием ее зубов мудрости. Все они были удалены, а шрамы давно зажили, что было крайне странно для 16-летнего подростка. В какой-то момент ее принимает у себя другая семья, знакомая из семьи Кена. Пара была в восторге от Брианы, и у них были замечательные отношения до тех пор, пока однажды девочка не позвонила в полицию и не сообщила, что глава семейства расставил по ее комнате маленькие камеры и через них следит за ней. Проведя расследование, полиция пришла к выводу, что ее обвинения не имеют ничего общего с правдой. Бриану приютила у себя мать одного из полицейских. Девочка продолжала настаивать на своей правоте. После этой истории парень Брианы Кен впервые позволил себе усомниться в ее словах. Он хорошо знал ту семью и дружил с их сыном. Этот эпизод в итоге привел к их разрыву. Летом 2000 года Бриана получает диплом об окончании средней школы и, попутно подрабатывая волонтером, посвящает себя получению номера социального страхования. Для этого она пишет большое письмо губернатору, нанимает адвокатов, и в итоге это прошение дошло аж до генерального прокурора Ванкувера. После рассмотрения дела он не стал возражать, официально разрешив Бриане получить свидетельство о рождении. Все было уже почти готово, когда, собирая все нужные документы, адвокат Брианы запросил ее отпечатки пальцев, и они совпали с отпечатками пальцев некой Тревы Трунбери, которой сейчас должен быть 31 год. Все, в том числе и Бриана, были ошеломлены этой новостью. Девочку арестовали. Общественность была возмущена. Как такое могло произойти? Неужели 17-летняя, всеми любимая Бриана, на самом деле 31-летняя Трева? Однако большинство было на ее стороне, полагая, что здесь дело не в мошенничестве, а в психическом заболевании. Полиция находит ее настоящих родителей, сестер и брата. Она общается с родственниками из тюрьмы, но не узнает никого из них и утверждает, что все это какая-то огромная ошибка, что ни о какой Треве Трунбери она никогда не слышала. В это время ее сестры делают официальное заявление о том, что в детстве все они, включая Треву, подвергались сексуальному насилию со стороны их дяди, уже покойного. До сего момента ни одна живая душа в мире не знала об этом. Это было их общей тайной. Но сейчас самое время раскрыть карты. Родители в полной растерянности от такого заявления. Общественное замешательство и главный вопрос, который предстает перед многими, если Бриана Трева действительно аферистка, то зачем она предоставила свои отпечатки пальцев? Ведь это неминуемо вело к тому, что ее настоящая личность непременно будет раскрыта. Более того, Бриана Трева требовала провести сравнение ее ДНК с ДНК на выявленных родителей и была уверена, что этот тест докажет всем, что она никакая не Трева Тронбери. После объявления результатов она была в полном недоумении. Вероятность их родства 99,93%. Всем стало ясно, никакой Брианы не существует. Но кто же такая Трева Тронбери и что с ней случилось? Мы начали с конца. Вернемся к началу. Трева Тронбери выросла в маленьком городке Электро, что находится в северном Техасе, где жители знали друг друга в лицо, по свидетельствам практически всех, кто ее окружал. Девочка была веселым жизнерадостным подростком. Она вела здоровый образ жизни, играла в теннисной команде школы, была вежливой и никогда не попадала в неприятности. Обожала литературу и испытывала проблемы с алгеброй. Порою подрабатывала официантом в местном бургере-ресторане. Ее родители – хорошие, скромные рабочие люди. Воспитывая пятерых детей, сына и четырех дочерей, они всячески старались сделать их детство беззаботным. В один из дней декабря 1985 года Трева Тромбери не приходит в школу, а вечером не возвращается домой. Вскоре после ее исчезновения по городу распространились вести, которые поставили в тупик и семью Тревы, и многих жителей, хорошо знавших родителей пропавшей девочки. Оказалось, что в последний раз Треву Тромбери видели в полицейском участке, где она заявила о том, что ее собственный отец, украшая пистолетом, изнасиловал ее. Девочку тут же взяли под социальную защиту, а отца вызвали в суд. Вся семья утверждала, что такого просто не могло произойти, что по какой-то причине Трева все это выдумала. Люди были обескуражены и также не могли поверить в то, что Карл Тромбери, едва ли непримерный семьянин, добрейшая натура, мог совершить такое. Трева. Родители проверили на детекторе лжи, а сестры Тревы дали письменные показания под присягой. Трева была очень набожной девочкой и регулярно посещала церковь. В ходе расследования объявились представители этой самой церкви, которые утверждали, что в течение нескольких дней перед исчезновением Трева говорила им, что боится находиться в доме и что пару раз, незаметно для всех, уходила ночью из дома и ночевала на скамейке. Девочку поселили в семье приемных родителей в городе Уичито-Фоллс. Они были без ума от Трева. Ее нежность и вежливость приводили их в восторг. Трева посещала местную школу, где вновь стала пролежной ученицей. Однако через некоторое время девочка начала много говорить о смерти, иногда оставляя записки в доме, в которой говорилось о желании умереть, а порою высказывая эту мысль вслух. Вскоре она рассказала историю о том, как еще в городе Электро ее похитили члены сатанинского культа и увезли в заброшенное здание, где привязали к столбу и заставляли пить кровь мертвых животных. После того, как Трева рассказала своему психологу, что мечтает спрыгнуть с третьего этажа, ее насильно отправили в больницу на окраине города. Там она была тихой, много плакала и мало ела. В это время Карла и ее настоящего отца оправдали. Родители узнали, где находится их дочь и приехали в больницу с просьбой встречи. Она состоялась, однако Трева вела себя очень тихо и не признавала того, что выдумала историю с изнасилованием. После пяти месяцев, проведенных в больнице, Треву выписали. Выписали, однако, совершенно не зная, что с ней делать. Врачи заявили, что она склонна к суициду и может находиться в тяжелой депрессии. Она не хотела возвращаться в Электро. Ее родители также не горели желанием видеть ее в своем доме до тех пор, пока она не признает, что ее обвинения выдуманы. В конце концов, ее отправили в лечебный центр в том же городе. Она окончила близлежащую школу. По закону, когда ребенку исполняется 18, он уже не может быть под государственным надзором, поэтому Трева осталась одна и без ничего. Девочка на пару дней заехала в Электро, навестила своих сестер. Затем жила некоторое время у женщины в районе Форт Уэрта, после чего ее след потерялся вплоть до 92-го года. В это время трансформация Тревы уже шла полным ходом. В трех с лишним тысячах километров от Электро в городе Карвалис появляется подросток с именем Келли Смит. Келли устраивается работать в Макдональдс и находит пристанище у семьи, которую встретила в церкви. Она обращается в суд города и рассказывает, что скрывается от своего отца, который жил в Далласе и который изнасиловал ее. Полиция начинает расследование, которое ни к чему не приводит. Через некоторое время девочка исчезает и спустя год объявляется уже в Портленде с той же самой историей, только на этот раз представляет своего отца как офицера полиции Портленда. Полиция вновь начинает расследование, но девочка также внезапно исчезает. Летом 1994-го в одном из городков штата Айдаха появляется 16-летняя Кара Дэвис. Ее мать была убита, а отец, офицер полиции, был членом сатнинского культа и регулярно насиловал свою дочь. После двух месяцев проведенных здесь девочка исчезает. Позже она объявляется в пригороде Далласа под именем Кара Уильямс. Ей 16-ти она поступает в выпускной класс местной школы. На этот раз ее история еще более ужасна. Она родилась и выросла в сатанинском культе. Многие из ее ровесниц были принесены в жертву на ее глазах. Ее отец, офицер полиции города Колливель, лидер секты, убил ее мать и регулярно насиловал Кару. Перед сном ее заставляли молиться Люциферу. Эта страшная и невероятная история так впечатлила одну из женщин-детективов, что та поехала в Колливель, обратилась к начальнику полиции с просьбой предоставить ей информацию о его офицерах, которые могли бы проявлять интерес к сатанинскому культу. Активизировали социальные работники, которые возили Кару по близлежащим приютам для того, чтобы девочка чувствовала себя в безопасности. В одном из таких мест Кара обвинила работника приюта в сексуальных домогательствах к ней. Перевод в каждый новый приют сопровождался переводом в новую школу. Однако долго так продолжаться не могло. По стечению обстоятельств в одном из приютов работал сотрудник, родом из города Электро. Он узнал в 16-летней Кари 26-летнюю Треву Тронбери. Когда девочки говорили об этом, она с невероятным спокойствием отрицала это. Но когда ей предоставили доказательства в виде фотографий и образца почерка, она начала отрицать это все более рьяно. Ее протесты были столь бескомпромиссными, что многие, кто видел их в очередь, были уверены в том, что Трева действительно верит в то, что она 16-летняя Кара. В итоге суд лишил ее государственного обеспечения. Социальные работники дали ей номера телефонов приютов для бездомных и центров психической помощи. Когда Трева уходила, то все так же спокойно сказала всем, что они заблуждаются и что она не является травой Тронбери. Следующий ее след обнаружился лишь спустя год с лишним. Она объявилась сначала в Эшвилле под именем Эмили Хара Уильямс, где рассказала, что скрывается от секты, а затем в одном из городков Пенсильвании, где утверждала, что убегает от своего отца-педофила, члена сатанинского культа. Здесь вновь скрылась ее настоящая личность, и ее отправили в тюрьму на 10 суток. В период отбывания срока состоялся телефонный разговор Тревы с ее родителями. В отличие от предыдущего, теперь она ни в какую не признавала того, что она Трева Тронбери. Общалась с матерью крайне вежливо и учтиво, повторяя, что ее путают с некой Тревой, и это является вопиющей ошибкой. После освобождения из тюрьмы, она вновь появляется под разными псевдонимами то там, то здесь, всегда объявляя себя 16-летней девочкой, скрывающейся от жестокого отца. В некоторых случаях ее принимали в местные школы, во все тот же выпускной класс. Год за годом она изучала одну и ту же школьную программу, уже почти наизузинала Макбет, но каждый раз плохо справлялась с алгеброй. И вот в 97-м году в среднюю школу Эвергрин в выпускной класс поступает 16-летняя Бриана Стюарт. Логичный вопрос, который возник и у меня, и, думаю, у многих из вас. Почему за все это время никто из ее семьи не пытался с ней связаться? Ответ на него можно найти в некоторых интервью родителей и сестер Тревы. После того, как она оклеветала своего отца, который, видимо, и вправду был прекрасным человеком и семьянином, родители были в замешательстве. Трева ни в какую не хотела возвращаться домой, продолжая рассказывать эту страшную историю. И в какой-то момент они просто отпустили ее, не захотев более пытаться разобраться. Поступок на личное суждение каждого, однако, думают те люди, которые знают, что значит иметь психически нездорового родственника, в коей-то мере и могут понять родителей. С сестрами все выходит еще сложнее. Трева была самой младшей из всех. Они до ужаса боялись своего дядю и никому не рассказывали о том, что происходит. Вместо этого пытались как можно меньше находиться дома, работая на двух-трех работах. А достигая подросткового возраста, каждая выходила замуж и уезжала из родительского дома. Поэтому в какое-то время Трева осталась одна. И когда, достигнув 16-летнего возраста, она заявила в полицию на своего отца, все сестры посчитали, что это такой способ убежать из дома. И когда Трева пропала, они пришли к выводу, что она ушла, чтобы начать новую жизнь. Когда ее впервые арестовали, и эта вещь дошла до семьи Тревы, сестры решили, что будет лучше просто позволить ей продолжить притворяться подросткам. И продолжали молчать. Примерно так звучит их позиция. Треве была предложена сделка о признании своей вины в обмен на уменьшение срока заключения. Но та не согласилась. Более того, она уволила своих адвокатов, когда узнала, что они строят защиту с той позиции, что она Трева Тронбери, и решила защищать себя в суде сама. В суд девушка приходила со стопкой юридических книг. Чаще всего она вела себя не как защитник своих прав, а как ребенок на уроке. Общество разделилось на два лагеря. Кто-то верил в то, что она действительно больна, а кто-то думал, что она обычная аферистка. Когда сторона обвинения рассказывала присяжным, что эта девушка использовала множество псевдонимов для своей же выгоды, Трева лишь удивленно спрашивала, зачем придумывать столько имен, ведь это не имеет никакого смысла. Одной из самых запоминающихся сцен в суде был момент, когда сторона обвинения вызвала женщину, которая в 86-м некоторое время была приемной матерью Тревы. Та привезла с собой фотографии, на которых девочка и женщина были вместе. Трева долго рассматривала эти фотографии, а затем спросила, Трева ли на этой фотографии и какой она была в жизни. Женщина начала рассказывать о 16-летней девочке, которую она знала. Трева внимательно слушала и задавала все больше вопросов. Какой была та девочка? Много ли она читала? Работала ли где-то? В какой-то момент всем показалось, что Трева вспоминает свое прошлое. Однако в конце разговора она лишь поблагодарила женщину за информацию и вернулась на свое место. Трева не предоставила никаких доказательств того, что она Бриана. Сторона обвинения была очень сильна и подготовлена, в пух и прах, распив любые сомнения присяжных. На заключительной речи Трева лишь вновь повторила, что она никакая не Трева и что она никогда никем не притворялась, кроме себя самой, Бриан и Стюарт. Попытки защиты свести дело к психическому заболеванию также не увенчались успехом. Когда она выходила из зала суда АТО, повернувшись к толпе репортеров и зевак, она еще раз громко прокричала «Я Бриана Стюарт и мне 19 лет». Трева Тронбери была приговорена к трем годам заключения. На сегодняшний день известно лишь то, что после двух с лишним лет она была освобождена из тюрьмы. Вплоть до 2012 года она училась в колледже, затем работала в местном отеле под именем Бриана Кэнзи. В 2016 она обвинила какого-то мужчину в том, что он ее изнасиловал. Правда о том, кто она на самом деле быстро вскрылась и ее уволили. В интернете можно найти ее блог, ссылку я оставлю в описании. Там на самом деле мало чего интересного. На сегодняшний день она продолжает утверждать, что не является тревый тумбри.